Все эти места я называю психосоматической зависимостью. Это те же наши стрессы, переживания. Особенно у тех, у кого профессия связана с какими-то там серьезными вопросами, как у адвокатов, да, или там с детьми, например, некоторые работают, тоже достаточно бывает нервно. Вот сюда на плечи ложится так называемый рюкзак кармы, я его так называю. Прямо как рюкзак реально висит, и вот тут и собирается весь негатив. И этот негатив отражается у нас спазмами. Дело в том, что стресс прошел, проблема ушла, какие-то заботы тоже могут уйти и с годами, и через день буквально, да. Но вот этот стресс, он настолько противен тем, что остаются микрозажимы, микроблоки в каких-то наших мышцах глубинных. А они потом накапливаются, с годами один на другой садится, и получается тут такой комок проблем. Я человеку говорю, сбрось ты этот рюкзак проблем, у тебя тут кирпичи просто висят, ты зачем их с собой носишь? Это вроде как бы несказательно, метафора, но с другой стороны, это и имеет прямое отражение нашей психосоматической зависимости. Избавляться от этого можно медитацией, можно избавляться к психологу сходить, можно сделать специальные разные виды массажа, которые используют тоже разные методы, что мы сейчас и проверяем. Во-первых, достаточно метод грубый. Когда мы берем вот эту мышцу и ее вот так вот растрясаем, отводя... Клиент будет орать, кричать. Да, ну это опоздало, мы про это уже говорили. Клиент будет орать обязательно, но не все, кстати. Некоторые, может, приятно. Некоторые, да. И я всегда при этом говорю, разговариваю там с клиентом, надо ему всякие такие присказки говорить, что не волнуйтесь. Во-первых, предупредите. Не волнуйтесь, здесь будет больно, я знаю, да, больно. Но потерпите, потому что это боль лечебная. В данном случае мы отводим кровь от болевого места вот туда, под лопаточную зону. И вот сюда под ключичную. Да, подключаем. Не топлив, это наша, кровь тоже. И я обычно говорю с фразами такая, искородная. Терпите, иначе не будет терапевтического эффекта. Понимаешь? Ну, я тоже так говорю, терпите, а смысл тогда утром, что не массаж. Вот, вот, вот. Потом разогрели. И опять не забываем отводить все туда. Потому что увеличиваются продукты распада клеток. Метаболизм увеличивается в эту зону, трофик увеличивается. Это все надо куда-то отводить. Эти вот спазмы. Так называемые здесь еще находятся карманы организма. Такие, куда слабо поступает кровь. Под лопатку у нас, ну, практически, даже когда зарядку кто-то делает, да, редко кто-то там что-то себе массирует. А тех. Или на камеру пишет. Пишет, да. Понимаете? И, соответственно, в этих карманах организма образуются всевозможные шлаки. Почему забитые остаются мышцы? Не только потому, что туда молочная кислота, а потому, что там еще соли. Всякие шлаки туда, тяжелые металлы накапливаются в этих карманах организма. Также вот там они накапливаются. Также бывают в паховой зоне и в подключичной зоне они там накапливаются. Поэтому мы их должны оттуда еще раз отводить и отводить каждый раз при каждом финансе нашего массажа. Ну вот, этими костяшками ты запомнила, да? Далее подключаем локоть. Локтем ведем вот сюда и захватываем вот эту вот мышцу. Мы забываем к ней тоже. Вот. Но есть нюанс. Везде есть нюанс. Когда мы делали у нас перелевидные движения локтем, я уже показывал, да? Я бы все равно хотела по-своему сделать массаж спины и услышать вашу точку зрения. Потому что все равно мне как бы постепенно вот эти все методики придется надрять в свою технику. Ну так как я уже пять лет работаю почти на одной и той же технике. Ну там дополняю какие-то методики, да? Какие-то движения. Ты будешь дополнять. И мне бы хотелось вот чтобы там, как я сделаю массаж своей спины, вы мне что-то подсказали или отрегулировали, или показали, что неправильно. Хорошо, сейчас сделаем. Видела, какие движения были? Сначала отработали. Да, да, но еще какие-то. Нет, локтем. А, спираль. Мы ведем спираль. Но не такую спираль, а в обратную сторону. Знаешь почему? Потому что вот эти сегменты позвонков... Ну, отводите от позвоночника мышцы. Нет. Вот, или сал, помнишь? Да. Нагрузка идет вниз. Сверху к низу, да? Ну да. Соответственно, наше движение должно быть не в эту сторону позвонки ввести. А вверх. А вверх. То есть мы локтем должны спираль ввести вот в эту сторону. Старайся. Понятно? Да. Вот, после этого мы прорабатываем вот эти точки. Первая точка находится вот здесь. Давить надо вот сверху вниз. Вот эта дырка, да, вот эта, которую вы тогда на мастер-классе показывали. Нет, это другая точка. Та дырка вот тут находится. Мы до нее еще дойдем. А эта вот тут больше, ближе к ключице. Угу. Дальше идет уголок хрящевый. Вот на этот уголок, на острие его. Да, и вот тоже с той стороны. И потом я показывал, на самом деле есть три ряда акупунктурных точек. Одни идут вдоль позвоночника. Мы их практически уже до этого проработали. Вторые идут на расстояние толщины одного пальца от позвоночника, вот здесь. Практически по гребню вот этой длинной мышцы. Да, и третья на расстоянии трех пальцев вдоль лопатки. Он что-то здесь мышцы нажат. Да, у него же здесь мышцы. Ну, что-то уже у Славы, мы его уже размяли. Больно, ему будет больно. Ну, вот такие же у моих клиентов вот стачат вот эти мышцы. Вот, Татьяна, давай забудь пока по своих клиентах. Ну, я же хочу им помочь. Давай вот это сейчас пока отработай. Запомнила? Всю последовательность. Ну, помните. Маша наполнит. Маша, дай мне масло, пожалуйста. Маша, ты запомнила? Да. Подожди, сейчас мы отработаем. Наша сапись у нас идет. Сначала разогреваем. Я только по наличке занялся. Видите? Маша. Спасибо. Спасибо. Поехали. У нас идет. Мы сейчас идет.